Мария Наумовна Царенок Мария Наумовна была связной на протяжении не одного года и не единожды подвергала свою жизнь опасностям. Мария Наумовна Царенок Мария Наумовна Царенок Мария с братом оказались в руках карателей. Ну что делали? Допрашивали, били. Где партизаны находятся? Чем попало? Били прикладами. Вот так и пеньками. Ой, что вы! Распухшие были руки, вот такие подушки были от голода. Их мучили голодом, били прикладами и палками, в надежде узнать информацию о партизанах. Вспоминают, как пытались бежать. И раненых возвращали обратно в лагерь. Надежды выжить уже практически не было. Нет, никто не думал, что живые будем. Прощались с белым светом. Партизаны прошли ночью. Ночью нас забрали. У землянки у своей. С собой есть и дали нам. У сумочки. После освобождения домой из лагеря смерти, который располагался в Витебском районе, возвращались пешком. Добрались до Медведска как раз на Пасху. Что бы вы, что бы, что бы. Вообще, я не то, что наша только, а вот Медведска, Красница, Поньки, Демидовича, Иванска. Столько деревень пробегла распытывать. А те видели наших, те видели наших, те видели наших. Три лагеря смерти. Немецкая бомбежка. Это то, что довелось пережить Марии. Война оставила не только глубокий след в памяти, но и страшные рубцы на теле женщины. Дай бог, не дай бог. Такого вспоминать, это и вы копнячули такого, что человек может пережить. Я-то не думала, как мне раньше кто-то так рассказывал. Я бы не поверила. В послевоенное время Мария Наумовна трудилась на педагогическом поприще. Родила сына и дочь. Есть внуки и правнуки. Сейчас ей 93 года. Но страшные воспоминания не отпускают ее и сегодня, спустя годы. А как надо дорожить жизнью? Вы не представляете. Как надо дорожить жизнью? Именно поэтому Мария Наумовна желает людям прожить долгую, счастливую, а главное мирную жизнь. Берегите то, что у вас есть.